Приветствую вас, дорогие братья и сёстры! Читая Писание, мы встречаем мужей веры, так как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете очень много записано тех героев веры, которые много потрудились и оставили хороший пример для подражания и след в истории. Глядя на них, невольно ощущаешь себя вообще незначительным христианином. Особенно если посмотреть на жизнь апостолов, они кажутся нам гигантами христианской веры. Через них особенно действовал Святой Дух, и они являются большим примером для нас. Если сравниваешь себя и их, то кажется, что я вообще ничего не делаю для Царствия Божия. Кто я такой? Какой мой труд? Вы задавались такими вопросами? Особенно есть люди, которые считают себя, что я просто рядовой член церкви, прихожу на собрание, ну что я там делаю для Господа? Читаешь Писание и думаешь, как же быть таким, как они? Как быть похожим для них? А ведь апостол Павел в посланиях своих пишет, и Петр о дарах, о том, что мы имеем дары, что церковь – это взаимосвязь, это тело Христово, где каждый имеет свое значение. А какое же мое значение? Если я не могу проповедовать, если я не такой, как они, могу ли я вообще быть полезным в церкви? Этот вопрос, наверное, задает каждый, рожденный свыше христианин. Как трудиться для Господа? Братья и сестры, действительно, в теле у каждого есть свое назначение. Не каждый может быть миссионер, не каждый может быть оратор, что-то делать великое, но каждый должен что-то делать для Господа и может делать для Господа. Я хочу в пример сегодня взять одну семью, семейная пара, о которой очень мало написано, но о них всегда говорится неразрывно. Их имена шесть раз упоминаются в Новом Завете и всегда вместе. Вы знаете, кто это? Акила и Прескила. Правильно. Хотя в греческом тексте, в подлиннике, четыре раза из шести написано наоборот. Не Акила и Прескила, а Прескила и Акила. Имя жены впереди стоит. Первое. Это имело значение. В нашем переводе переводчики немножко роль женщины убрали, поставили везде мужчину впереди. Но если читать в подлиннике, то говорится о том, что это имело значение, потому что, значит, в этом месте, где о ней написано, что ее имя впереди, значит, она сыграла важнейшую роль. Что-то было. Или она занимала важное положение в обществе, что Павел выделил ее имя впереди. Поставил. Что нам известно о этих людях? Об этой паре. Наше знакомство с ними начинается в книге Деяния, 18 глава. Будем читать с 1 по 3 стих. После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф, и найдя некоторого иудея именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и при Скилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Братья и сестры, я приглашаю вас сегодня в древние времена, времена апостола Павла. Братья, если можно, пожалуйста, покажите карту на экран. Кто забыл уже географию, мы вспомним. Сегодня мы немножко попутешествуем с этой семьей. Написано о том, что была пара Акила и Прескила. О нем написано, что он был иудей, родом из Понта. Понт находится вот, смотрите, это современная Турция, на берегу Черного моря. Там родился этот человек по имени Акила, но жили они в Риме. Это Италия современная вот здесь. Жили они в Риме. Оттуда они переселились из-за гонений, которые в 49-м году император Кесарь Клавдий воздвиг гонения на евреев. И они вынуждены были переселиться из Рима. И они из Рима, из Италии, переселяются в город Каринф. Это нынешняя Греция. Вот, смотрите, Ахайя. Сюда они переселяются. И здесь продолжают жить. Для них, как мы читаем, перемещение, наверное, не составляло труда. Они, наверное, не так думали о том, как они будут работать, потому что они были ремесленники. Они делали палатки, так как у них был семейный подряд. И это был на то время очень популярный бизнес, потому что это были вещи, которыми люди пользовались. И они могли изготавливать их в любом месте, где они живут. Библия открывает нам о том, что апостол Павел занимался таким же ремеслом. И вот, когда апостол Павел совершал свое миссионерское путешествие, он совершал здесь его, и вот он приходит в Каринф. Написано, что он пришел в Каринф, он разыскал их, наверное, о них уже немножко знали. Мы видим из этого текста, что они уже были уверовавшие христиане, Акила и Прескила. Павел находит их в Каринфе и остается у них жить на какое-то время и вместе с ними продолжает заниматься этим ремеслом. Мы знаем из посланий, что Павел говорит, что он никогда никого не обременял, не просил финансовой поддержки. Он говорил, я всегда трудился своими руками. Вот они вместе с этой семьей изготавливают палатки, живет в Каринфе. Короткое время он живет в их доме, потом он переселяется в дом другого человека. Но в Каринфе находится полтора года. Год и шесть месяцев он находится в Каринфе, учит людей, созидают церковь. После этого Павел через полтора года решает отправиться, ему нужно было в Иерусалим, и он садится на корабль и плывет в Ефес. Вот из Каринфа. Здесь они написано, остригли в Кенхреи. Видите, город Кенхреи. Здесь есть такой текст, что написано, они остригли головы в Кенхреях по обету. Они совершают этот обряд иудейский. Мы не будем сейчас говорить конкретно об этом обряде. Но вот в этом городе они совершают обряд и плывут на корабле в Ефес. Вот город Ефес находится. Читаем Деяние, 18 глава. С 18 по 21 стих. Павел, пробыв еще довольно дней в Каринфе, простился с братьями и отплыл в Сирию. И с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доли, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прескила остались в Ефесе. Павел оставляет эту пару в Ефесе и дальше направляется по своему маршруту. А Акила и Прескила продолжают жить в этом городе, в Ефесе. Мы знаем, что для материальной жизни у них есть, чем кормить семью, и, скорее всего, они неплохо зарабатывали, потому что, имея ремесло, это на наше время бизнес, они имели материальный достаток, которым они могли служить, и, скорее всего, они могли или арендовать дом, или купить себе дом, и иметь даже свое жилье. В Ефесе у них собирается домашняя церковь. Мы читаем 1 Коринфянам, 16 глава, 19 стих. Это апостол Павел пишет в Коринф, находясь здесь, в этих церквях Асии, он пишет в Коринф послание. «Приветствуют вас церкви асийские, приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прескила с домашней их церковью. В этом тексте апостол Павел открывает нам факт о том, что эта семья у себя на дому принимает верующих, принимает церковь. Христиане не могут быть одиночки, они не могут быть самодостаточны, они должны всегда объединяться в общину и поддерживать друг друга в вере. Этому учил Павел, и это понимали Акила и Прескила, они старались это делать. Они жертвовали своим домом, своим жильем, принимали общину у себя, таким образом имея домашнюю церковь, где они служили друг другу своими дарами, прославляли Господа и укрепляли друг друга в вере. Апостола Павла в Ефесе не было, он совершал свои путешествия дальше, но эта пара жила на данный момент в Ефесе, в этой общине. И вот однажды мы читаем Деяние, 18 глава, 24 стиха. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господен. А когда он вознамерился идти в Ахайию, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. История показывает нам, что однажды Акила и Прескила, находясь в городе Ефесе, вот здесь, пришли в синагогу. В синагоге изучался Ветхий Завет. На тот момент еще не было у них Библии, как у нас. У них не было еще у всех Евангелий, не было Нового Завета. Павел писал послания, они получали письма, делились. Они, может быть, в устной форме много получали об Иисусе Христе учения. Но в синагогах иудеи собирались, чтобы изучать Ветхий Завет. Акила и Прескила, так как были иудеи, пошли туда, в синагогу, чтобы слышать Писание, чтобы там, общаясь с людьми о Боге, свидетельствовать о Иисусе Христе. И вот туда приходит человек именем Аполлос. Написано, что он родом был из Александрии. Вот Египет, вот Александрия. Здесь родился этот человек. Александрия, этот город, был основан Александром Македонским, Александром Великим. Это был центр знаний, образования. И написано, что Аполлос был хорошим оратором. Он хорошо говорил, он был образованный, он очень хорошо знал Ветхий Завет. И вот, когда он проповедовал в синагоге, видно было в нем рвение и желание и любовь к Господу. Он уже уверовал, он принял верою Иисуса Христа, но еще не точно знал путь Господен. Он знал крещение Иоаннова, написано. Может быть, он еще не все знал о великом поручении, может быть, он не знал еще конец жизни Иисуса Христа, но он так ревностно проповедовал, что Акила и Прескила заметили это. Посмотрите их действия. Они оказывают радушие и зовут его к себе домой. Позвав его к себе домой, вот в этом тексте в оригинале впереди в начале написано Прескила, потом Акила. Может быть, здесь как раз-таки жена была первая, которая говорит, пошли ко мне, пошли к нам домой на чай. Может быть, она приготовила вкусный обед. Позвали этого человека Аполлоса и написано, точнее объяснили ему путь Господен. Аполлос, а ты знаешь, что Иисус Христос, о котором ты проповедовал, что Он умер? Он принял мученическую смерть за грехи всех людей. А ты знаешь, что Он воскрес третий день, что Он был вознесен? Может быть, вот это нужно было основы христианской веры указать ему точнее, объяснить ему, что Иисус Христос придет за нами, что Он создал церковь, основные цели христианства. Написано, что они утвердили Его. И Аполлос, укрепившись в вере, стал миссионером, стал проповедником. Написано, что Церковь дала ему рекомендации в Ефесе, и он направился в Каринф. Вот мы уже знаем, где Каринф находится. Он пошел туда, там, где апостол Павел образовал церковь, и там продолжал служение апостола Павла. Апостол Павел пишет, говорит, «Я насадил, Аполлос поливал, а Бог взрастил». Он стал хорошим тружеником, хорошим служителем. И это потому, что кто-то Его принял, кто-то Его заметил в церкви, кто-то Его позвал домой, и дома они не разговаривали о чем-то, они не спрашивали Его, расскажи нам про Египет, как там красиво, про этот город Александрию. Может быть, мы не знаем. Писание об этом не говорит, что они это упоминали. Но они, написано, наставили Его верить, точнее указали Ему на путь Господен. Акила и Прискила через какое-то время, пожив в Ефесе, возвращаются к себе домой в Рим. Опять немалый путь из Ефеса, они направляются в Рим к себе домой. Откуда мы это знаем? Павел пишет в Рим послание верующим, там есть верующие, там уже собирается небольшая церковь, и Павел им пишет письмо в Рим. И 16 глава 3 стих он пишет, «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе и Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Братья и сестры, они возвращаются в Рим, и что они продолжают там? «Хорошо, наконец-то мы уехали, там столько народа у нас было, церковь дома собиралась, немножко поживем для себя, слава Богу, закончились гонения, можем вернуться, и теперь немножечко свой бизнес в Риме раскрутим, поживем, все будет хорошо». Нет, так не написано. Возвращаются, и он приветствует домашнюю их церковь. Они продолжают жить тем христианским путем, когда они жили и в Ефесе, и в Коринфе. Это христиане, любящие Бога, на любом месте, куда Господь их переселяет, где они бывают. Обстоятельства в жизни случились, что они вынуждены перемещаться по миру, но они возвращаются, и они снова у себя дома собирают церковь, они продолжают этот труд служить Богу тем даром, который они могут иметь. Они могут предоставлять дом, у них есть возможность, они могут послужить этим, и чтобы церковь собиралась у них. И посмотрите, апостол Павел приводит их в пример и говорит, они для меня очень много потрудились для благовестия, хотя они иудеи, но они трудились для язычников, они посвятили себя на труд язычникам, они рисковали своей жизнью ради апостола Павла, когда они были вместе с ним на служении. Большой пример. Но на этом их спокойная жизнь, а может быть и неспокойная, в Риме не закончилась. Они были вынуждены снова переехать оттуда, и они возвращаются снова в Ефес. Представьте, опять пожили в Риме, и снова они возвращаются в Ефес. Откуда мы это знаем? Также из послания. Апостол Павел, когда уже заканчивает свой труд на земле, он уже достиг Рима, он уже находится в тюрьме. Какой-то период времени мы знаем, что в Риме он не был в тюрьме, он находился в гостинице, встречался с братьями. Но вот он уже находится в тюрьме перед своей казнью. Это времена императора Нерона. И он пишет оттуда из тюрьмы второе послание Тимофею. Это последнее послание, которое он написал перед своей смертью. И мы читаем второе Тимофею, 4,19. Он оттуда пишет в Ефес, потому что Тимофей был пресвитером в городе Ефесе. И он пишет «Приветствуй Прескилу и Акилу и дом Анисифоров». Представьте жизнь этой семьи, сколько им приходится перемещаться, везде трудиться, и вот они снова находятся в Ефесе, где пресвитером является Тимофей, Павел пишет им туда «Скорее всего, что христианам не сладко было жить во времена Нерона или перед его приходом к власти в Риме, и они вынуждены были оттуда переместиться». Братья и сестры, немного написано об этой паре, не написано о том, что они совершали чудеса, как в первоапостольское время, что у них были особые какие-то дары. Ну, посмотрите, какой пример мы можем взять из этой семьи простых рядовых христиан. Какой пример? Первое. Они были трудолюбивые в материальном плане. Это не были лентяи, не были люди ленивые, любящие долго поспать. Они трудились, у них было ремесло, они получали за это деньги, и этими деньгами они могли служить другим. Второе. Они были гостеприимны, они любили принимать людей. Третье. Везде, где они находились, они искали возможность служить другим. Они не искали, чтобы им служили. Они переехали в другой город и не сели, не говорят, ну, служите нам, мы сюда приехали. Они сразу ищут, как послужить другим. Они понимали важность благовестия, и поэтому были сотрудниками апостола Павла. Каждый человек христианин, уверовавший в Иисуса Христа, должен понимать, что Христос оставил нам заповедь распространять Евангелие. Они это понимали, и поэтому они поддерживали апостола Павла в его труде. Они не боялись рисковать жизнью ради ближнего. Как мы уже прочитали, Павел о них говорит, что они не боялись. Они шли до конца, они знали, в кого уверовали, знали, что даже если они умрут, их жизнь будет со Христом. И последнее, они хорошо знали, в кого верят. Они знали свое вероучение, так, что могли других наставить. Они не просто были в церкви, выполняли труд, но они еще изучали Писание. Они знали Писание, знали об Иисусе Христе учение и могли ли других наставить. Пусть Бог благословит нас, взять примеры из жизни этой семьи. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.